Вот так выглядят пересечения улиц Первомайской и Новосадовой под землей. Мы находимся на глубине 18 метров. Видим, как работает проходческий щит, который толкает 20 мощных домкратов. За все время работы с 92-го года в Самаре под землей он прошел около 2 километров. В ближайшие дни горнопроходческий щит массой 300 тонн и длиной свыше 30 метров начнут постепенно разбирать и извлекать на поверхность. На этом отрезке грунтовые работы завершены. Извлечено около 20 тысяч кубометров грунта. Перегон от станции Алабинской до Российской стал самым трудным за всю историю Самарского метро. За день получалось продвинуться максимум на 3 метра. На этом перегоне очень была сложная порода. Много доломита. Очень сложные геологические условия. Сейчас под землей на поверхности трудится в общей сложности около 200 человек. Впереди укладка контактных кабелей и бетонной плиты. Сейчас поезда ходят к Алабинской обратно по одному пути. И так длится уже два года. Для сравнения, в советские времена эту вынужденную меру разрешали использовать максимум год и не дольше. Слишком опасно. Два перегонных тоннеля от станции Алабинской построены для транспортной развязки поездов. В камере съездов поезда с одного пути будут переходить на другой. И подъезжать к станции Алабинской, уже к платформенной части станции Алабинской для посадки пассажиров. В какой-то момент, когда они уходят, они идут навстречу другим поездам. Хотя там блокпосты есть. На Новосадовой в этом месте будет котлован диаметром примерно в 10 метров. Он необходим для дальнейшего строительства метро. Это технический вход для строителей. Автомобилистам придется его объезжать. Дату фактической сдачи в эксплуатацию станции метро Алабинской метростроевцы не называют. Они и сами не знают финансирование идет с перебоями. Самые большие трудности в финансировании. Потому что этапами, получается, строим, такими этапами, непоследовательно. Если было бы нормальное финансирование, то уже давно бы стройка закончилась. Проблемы будут и при строительстве станции метро Самарская, которая должна появиться в районе площади Славы. На данном отрезке, особенно в районе полевой под землей, очень много коммуникаций. Мешает всем известное заведение общепита. Все коммуникации попадают в зону поплавана. И чтобы не нарушать вот эту структуру, необходимо сделать защитный экран, забурить трубы. И под сводом, не нарушая полевой, пройти ректором. Сама полевая, где насыщенные коммуникации, есть там коммуникация на глубине 6 метров. Есть кабельная продукция, там газ, водопроводы. Есть на глубине 23 или 26, сейчас точно не помню, метров тоже коммуникации. Между ними нужно пройти именно эректорным способом. Это не проходческий щит, а облегченные конструкции. Между тем, как уверяют метростроевцы, работы по дороге должны быть завершены уже к сентябрю. И уже этой осенью движение автотранспорта по Новосадовой будет таким же, как и 10 лет назад. Продолжение следует...